Отряд дружинников выходит на патрулирование. В составе его обязательно милиционер. Знаете, что это общественное место? Да. А почему вы распиваете спиртные напитки в общественном месте? Не знал, людей не было. На 5 минут. Ну как это людей не было? Здесь, видите, женщины, дети отдыхают. Дружинники могут составлять протоколы не только за курение, пьянство и хулиганство. Еще за оставленный мусор, порчу памятников и нарушение правил дорожного движения. Так же, как и милиция, сначала предупреждают, при повторном нарушении доставляют в отделение. В составе дружины казаки и представители других общественных организаций. Просто активисты от студентов до пенсионеров. На общественных началах, по закону, там еще предусмотрена оплата из бюджета. Ну это уже как мы будем работать, как мы себя покажем. Ну, еще кроме бюджета, отчисления из бюджета, нам могут оказывать помощь предприятия. Всего по городу хотят патрулировать улицы больше 50 человек. В Ленинском районе таких 12. Удостоверение дружинникам вручают руководители района и местного РОВД. Членов общественных формирований, и начальник края дела, и я, мы их всех знаем. Это жители наших районов. Жители нашего района, проверенные товарищи. В общем, на них мы надеемся, они не подведут. Валерий Собот раньше работал в милиции. Теперь будет помогать вчерашним коллегам. Говорит, дома за отсутствие вечерами не ругают, а добровольное патрулирование поддерживают. Все приветствуют это. Даже соседи как-то тоже видят, что постоянно я в форме хожу, веду какую-то общественную деятельность. Некоторые даже приходят ко мне домой, обращаются. Стараюсь людям помогать, объяснять закон. Народные дружины нужны и жителям и милиции, говорит начальник Ленинского райотдела. Ведь сейчас на одного участкового по норме приходится 3000 человек. Даже обойти такое количество правоохранителей не в состоянии. Мы будем распределять таким образом работу добровольных народной дружины «Витязь» с участковыми инспекторами, где наиболее проявляются нарушения охраны общественного порядка. То есть это в местах массового скопления людей. Там, где торговые точки, базары. Сейчас за год в Ленинском районе происходит около 1000 нарушений общественного порядка, говорит начальник милиции. С помощью дружинников количество протоколов надеются уменьшить минимум на треть. Кроме того, такая профилактика поможет предотвратить и более тяжелые преступления, замечает правоохранитель. Ведь после распития спиртного зачастую завязываются драки, происходят убийства и грабежи. В будущем в Ленинском районе надеются на расширение отряда. Ведь для эффективной работы к каждому участковому нужно приставить минимум два дружинника. Оксана Виттер, Василий Дмитриев, Панорама.